доброе утро дорогие друзья сегодня у нас на часах на эту минуту пол восьмого я выезжаю сегодня на машине есть никогда я буду ездить на машине на учебу я выезжаю на учебу сегодня непростой день сегодня у меня экзамен очередной каждую неделю нас по два экзамена в среднем вот и сегодня по дороге на учебу я решила ответить на вопросы связанные с ней вы мне оставили какие-то комментарии какие-то мысли на тему моего обучения и какие-то общие вопросы поэтому я попытаюсь на них сегодня так вот вкратце лаконично по возможности ответить все сейчас поехали было несколько подобных комментариев по типу и на что как-то как так парикмахер после такого пути там двух образований высших тата 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 нам не кажется что это не совсем твое направление вот и так далее и тому подобное вы знаете ребята во первых спасибо я хочу сказать спасибо всем кто высказал свое мнение на эту тему это значит что вам не безразлично это значит что вам интересно и у вас конце концов есть свое мнение на эту ситуацию и возможно вы знаете вот еще буквально даже лет десять назад я бы тоже так рассуждала но со временем мое понимание изменилось этого вопроса и именно сегодня я могу вам сказать что он нет ребят это совсем не так вы знаете как бы в этом вопросе есть несколько вариантов которые бы я хотела затронуть первое это то что именно сегодня благодаря тому что у меня уже есть несколько высших образований я в своей жизни была на разных постах всех также я была простым сотрудником там ведущим сотрудником я была менеджером я делала столько разных вещей в жизни и именно сегодня я нахожусь в таком состоянии возможности делать то что мне нравится это что мне хочется и мне хочется делать именно это хочется делать людей красивыми помимо того что мне вот нравится вот знаете вот я я вообще так скажу я хотела всегда быть художницей на каком-то этапе своей жизни я хотела быть архитектором мне очень нравилось вот это вот вся тема дизайнерская именно архитектура мне нравилась архитектурой в общем этот вопрос как-то так у меня встал мимолетно в жизни я пообщалась с несколькими архитекторами мне объяснили что для этого нужно какими навыками обладать и и так далее какими навыками что нужно умеет делать что желательно художественные навыки должны быть наряду с там с первыми навыками которые должна знать но я никогда не умела рисовать у меня всегда было видение в голове как я хочу нарисовать как должно быть но я никогда не могла это создать на листе бумаги никогда то есть видение было а вы выложить я его не могла поэтому вот вот это вот все как-то сразу от меня отпадало я считаю что вот парикмахер своего рода но давайте мы не будем просто называть это слово парикмахер потому что это слово уже немножко кануло в лето я все-таки думаю это стилист волос давайте будем так называть это потому что это именно как я воспринимаю эту профессию это своя своего образа художник который сделает людей красивыми у него есть определенное видение и он знает как это видение воплотить так вот я надеюсь на то что вот вот эти мои способности видения людей я потому что часто вижу людей как они должны выглядеть какая под прическа им подходит больше и я надеюсь что вот меня обучат ну меня не могут обучить как бы до правильному видению меня обучат что нужно сделать для того чтобы создать вот такой-то и такой-то вот образ вот это вот такой как бы комплексный ответ номер один ну с одной стороны это то что мне было важно сказать что я надеюсь вас создавать образы которые будут в моей голове потому что до этого мне этого не удавалось вообще никак ай камера немножко повернулась так сейчас я кстати выехал на улицу паттерст кому интересно я буду ехать по паттерсту до шепарда на шепарде уже сверну там по проулочкам вот это с одной стороны с другой стороны то есть именно сегодня в этом возрасте и в таком положении я могу заниматься тем чем я хочу это то чем я хочу заниматься и я хотела этим заниматься уже очень много лет назад как говорится я пыталась войти в эту воду несколько раз но каждый раз не до конца потому что я была в определенном такой состоянии комфорт а зачем оно мне надо оно мне наверное не надо еще в израиле я пыталась уже там узнавать в школу в одну в которую нужно было ходить каждый вечер в 6 часов до вечернего обучения для тех кто работает и я так сказала нафига но мне надо вот не было большого желания было просто желание вот а сейчас так встал вопрос что чем бы я хотела заниматься у меня освободилось это время я подумала господи ну как же я же могу вот вернуться вот к этому истоку вот к этому всему вот к своему желанию и так оно у меня возвратилось и так оно у меня вспыхнуло опять вот с другой стороны опять таки вернемся к тому что ну мол парикмахер что это такое да опять таки вы знаете есть парикмахер и есть парикмахер это раз во вторых как я уже говорила что на этот момент действительно просто парикмахер канул в лето понятно что до сих пор есть просто парикмахеры которые как говорится стригут кончики и челки а есть люди которые создают имидж образ человека это стилисты и именно я к таким себя отношу и вы знаете это тоже наука да которая развивается постоянно цвета формы там я не знаю техники это все время все улучшается меняется и знаете тут тоже нужно постоянно обучаться то есть как бы это не то что ты там вот выучился как стричь линии там я не знаю по по зонам и на этом все закончилось это только база основы чтобы как бы вы могли продолжать создавать то что вам вы видите в голове поэтому для меня это именно такая творческая работа для меня это именно творческая профессия поэтому вот есть кто парикмахер который стрижет кончики и челки а есть кто-то кто создает имидж образ поэтому вот я себя отношу именно еще вот к такому числу поэтому это профессия творческая я человек очень творческий кто меня знает и вот в таком плане вы знаете кстати своим друзьям которым я вот рассказала что вот такие вот планы и что вот так вот я начинаю для них это не было удивлением даже они сказали это вообще вполне в твоем как сказать это в твоем стиле и многие из них кстати помнили что я в свое время еще в Израиле хотела этим заниматься то есть мне было приятно что люди это помнят классно вот так что вот это то что касается вопроса по тому что и на как вдруг парикмахер то есть вот такие такой вот вот ответ в дополнение к этому я бы хотела сказать что для меня я это вижу как определенную свободу которую мне это даст возможность быть с детьми потому что все таки на первом месте это мое времяпрепровождение с детьми то что я смогу их отправлять в школу я смогу их собирать со школы и в общем то находиться так сказать при доме быть в курсе то чего к сожалению работа на полную ставку которую я могу найти в любой момент мне не сможет дать и поэтому тоже очень важный аспект важный для меня это это то что мои дети на первом плане пока они маленькие пока они маленькие потом мама им сто лет уже не нужна будет но пока что для меня это важно это раз ну и для них это важно тоже это два потом еще очень любопытный был вопрос по поводу того что каждый ли может учиться на на этот диплом в принципе да каждый кому уже исполнился 21 год имеет право учиться на этой программе для того чтобы туда поступить вам необходимо сдать подтверждение английского языка то есть если у вас такового нету то вам нужно будет просто либо сдать у них экзамен на английский английского языка либо если у вас есть доказательства в плане обучения либо того что вы прошли экзамен такого уровня принести его в моем случае я училась в английском колледже в Монреале напоминаю для тех кто не знает потому что мало кто знает потому что только тот кто смотрел мои первые еще видео знает что я училась в Монреале в частном колледже английском на International Trade and Logistics такой сертификат я могла предоставить это мой в общем то диплом в образовании в Монреале это для них было достаточным заказательством моего английского языка плюс со мной провели собеседование администрация и непосредственно на факультете этот вопрос был решен достаточно быстро и четко а вообще это для всех также я знаю что на этот курс приходят заниматься люди также на этот курс приходят люди которых послали с Велфера то есть это люди которые сидят на безработице и хотят каким то образом привести на рынок труда и вот это один из способов как людей приводят на рынок труда их в общем то приглашают на такие курсы и по их окончании в общем то практически все они могут трудоустроиться ну в общем то вот такого вот плана информация теперь что касается самой учебы непосредственно ну во первых смотрите для того чтобы работать парикмахером на дому очень многие здесь работают без лицензий всяких без каких то знаете не утруждают себя никак но это работа как сказать на авось и к сожалению это не мой стиль к счастью наверное я люблю ночью спать спокойно я готова заплатить за нужное обучение за лицензию которую мне это даст в будущем вот и спать спокойно так получилось что когда я начала узнавать программы программ есть очень много но в общей сложности когда ну начинаешь прокапывать говорить с колледжами с программами с этими то понимаешь как бы что в общем есть определенный шаблон по которому все это идет в общем учеба в любом абсолютно колледже она составляет 52 недели из которых конечно большая часть это практика вот но смысл в том что 52 недели это 52 недели знаете это не просто учебный год это целый год 365 дней и учеба такая единственная разница в этих колледжах это естественно ну кто преподает как далеко он находится по отношению к твоему дому ну и разница от 5 до 15 тысяч может стоить один и тот же курс в разных местах я сказала ребята 52 недели своей жизни терять еще на это все платить какие-то сумасшедшие деньги и это вообще не это я была очень расстроена потому что я начала узнавать я поняла что вариантов ну практически ноль потом абсолютно случайным образом случайным образом я набрела на один колледж находится он в Брамтоне кто вот живет здесь в районе вы понимаете что это свет абсолютно не близкий находится у черта на куличках и даже добираться на машине в одну сторону час это ну просто сумасшествие ну я с ними поговорила и я говорю вот вы знаете ребята дело в том что вот вы мне говорите что вот у вас программа 52 недели кстати мне не нужно я на тот момент я не хотела красить я не испытываю большой любовь к покраске волос я вам так скажу колористики этой всей даже бы тут у меня что в общем парикмахер который не может красить это вообще пол парикмахера вот но я как бы говорю вы знаете у меня дома дети и я не собменяю колористик вообще никак не интересует мне нужно научиться я хочу научиться стричь мужские женские детские стрижки и как бы оттуда уже ну как бы технику основные взять как бы до классические все моменты там я уже обучусь сама там на мастер-классах и так далее они говорят а вы знаете у нас есть другая программа для вас я говорю да вы что какая мне говорят у нас есть программа только для тех кто хочет научиться стричь ага очень важно мне подметить почему я именно шла учиться в колледже потому что мне нужно было получить сертификат в квалификейшн с которым я смогу пойти ну как бы грубо говоря в такое министерство людей у которых есть частный бизнес но им при этом нужна лицензия для того чтобы получить лицензию на работу от них потому что это своего образа такая гарантия определенный иншуранс который дается мне как человеку который работает на дому то есть я отношусь будем говорить по-русски к какому-то определенному профсоюзу работников руками потому что все кто работает там ну вот проводки какие-то делает с электриками дело массажисты парикмахеры это все люди которые прикладного так сказать прикладной работы с руками им нужен определенный такой медиа иншуранс страховку такую то есть он должен к чему-то относиться состоять в каком-то профсоюзе чтобы за ним была какая-то спина и для него и для клиента будущего вот поэтому для того чтобы получить эту лицензию и стать частью этого профсоюза должна быть обязательно сертификат of qualification из этого они вам не дадут просто эту лицензию поэтому вот так и встал мой вопрос я говорю окей вы даете вот этот вот курс а дает ли он мне сертификат of qualification они говорят конечно он дает я говорю а если у меня там нету они скажут а что вы не закончили полный курс с покраской они не могут вас заставить учить то что вы не хотите делать слушать это звучит классно курс вместо полный курс у них стоил пять тысяч полный курс у них стоил пять тысяч а вот тот который для меня частичный он стоил две тысячи естественно эта цена включает в себя уже кит то есть сет набор парикмахерский набор да то есть там фен расчески ножницы и так далее все что нужно триммеры там машинки вот и самое интересное вот то что меня вообще просто вообще реально купила это то что длится этот курс двадцать пять рабочих дней окей то есть ребята вы понимаете то есть моя мечта вместо пятьдесят двух недель превратилась в двадцать пять дней за две тысячи долларов я сказала господи этого не может быть ну конечно встал вопрос о том как туда добираться я сказала гостя придется тебе потерпеть буду ездить на машине и все такое в общем одним словом как то все вот так вот сложилось и пришла я к своему косметологу на какую-то там очередную процедуру рассказывает вы знаете так и так вот я долго думала думала тем как что ну вот надумала что вот хочу быть парикмахером так и так все рассказала говорю ну вот сейчас еще курсы ну вот предложили одни в брамтоне ну знаете все равно пусть двадцать пять дней пусть всего лишь две тысячи но так далеко это мне страшно туда ездить я говорю вообще не знаю как что она говорит Инна слушайте а у меня здесь недалеко от меня а она на шепарде у меня подруга заканчивала эдал скол такая есть эдал скол там у них государственная программа там она не год она меньше говорит она очень быстро ее закончила у них там был прям этот стажировка сразу была и она прям там даже осталась работать где была стажировка уже три года как работает хотите я вам узнаю я говорю давайте она говорит я помню как называется сейчас мы закончим с вами значит процедуру я посмотрю в общем мы закончили процедуру она посмотрела дала мне адрес все 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 я пришла домой давай звонить там уже никого не было потому что было далеко после обеда вот что-то сегодня как-то все очень стоит на прошлой неделе как-то все это лучше двигалось у меня еще экзамен сегодня ну надо же вот ну в общем прошли выходные это была пятница я позвонила но чем меня были расстройства что я увидела что учеба государственная она бесплатная единственно что ты платишь это за регистрацию 30 долларов и ты платишь за кит 600 долларов то есть да за триммер машинку расчески все щетки фен ножницы ну все вот это базовое там накидки эти все халат для мастера и вот так далее плюс это в себя вводит стоимость кукла то есть манекен болванка или как его на английском говорят манекен на русском болванка две болванки мужская и женская и два и шикарный учебник две книжки одна как бы работа ну учебная книга вторая вопросы по этой книге книга шикарная она весит две тонны примерно такой книгой можно реально убить я ее должна каждый день носить почти туда сюда потому что ну по ней очень много материала которого мы учим вот и в общем так получилось что созвонилась я в понедельник прямо вот как сказать с ректором и куратором этого курса с приятной дамой мы с ней побеседовали и я говорю слушай я тут посмотрела но дело в том что я вижу что вы еще три дня назад начали учиться я говорю я абсолютно этим расстроена делом я говорю так и так вот ну рассказала о себе рассказала в двух словах что как и что вот я бы хотела поменять свой карьер свой путь карьерный и все это и она говорит давай знаешь что у нас есть еще два места я тебе ничего не хочу гарантировать есть еще преподаватель с которым я должна поговорить договорить и давай-ка завтра подъезжай поговорим пообщаемся посмотрим и если что захвати 30 долларов на регистрацию если что вдруг завтра начнешь учиться если мы решим если ты решишь если мы решим и начнешь учиться чтобы еще один день не пропадал я говорю договорились добро она говорит у нас учеба 5 дней в неделю с 8.30 до 2.30 вот и в общем то все классно ну в общем на следующий день я помчалась туда пришла вот мы с ней побеседовали абсолютно изумительная женщина в общем все у нас прошло с ней хорошо и меня она пошла меня со мной в администрацию я писала там прошение чтобы меня вставили уже в текущее обучение потому что ну как бы год уже учебный начался и в принципе регистрация закрылась ну в общем короче мы записались и я как бы зарегистрирована вот на следующий день я приехала заплатила купила кит вот этот вот учебный ну вот и все начала учиться значит учеба здесь идет 36 недель из них 12 где-то недель короче 3 раза по 20 дней стажировки в лицензированном салоне вот возможно часто люди остаются работать потом в салоне в котором проходят стажировку у меня в принципе такой самоцели нету но если у них будет возможность в каком-то из тех трех салонов которых я буду стажироваться оставить меня на несколько часов в день то есть как на пол ставки на четверть ставки будет хорошо буду нарабатывать опыт нарабатывать клиентуру и самое главное самое главное опыт вот ну и при этом на дому уже смогу начать тоже конечно же встреч на дому я могу уже начать встреч буквально с ноября так как я уже обучающийся парикмахер у меня есть право ну начинать встреч кстати пока буду делать стажировку по идее мне должны платить за стажировку вот вот это важно также с ноября где-то у меня будет возможность приглашать моделей в школу поэтому кто из вас здесь в районе будет заинтересован приехать на улицу Орфус то как говорится добро пожаловать надо будет оговорить встречу в какой день в какое время потому что там у нас будут определенные очереди и мы можем приводить своих моделей но это не бесплатно они они ставят ценник эти деньги берет школа не мы там очень символические цены там по-моему женская стрижка 10 долларов мужская там что-то там что-то там чуть ли не 5 долларов ну что-то вот в таком плане вот поэтому вот это такая информация для вас значит что касается самого обучения я после этого выхожу мастером ну как бы полного по всем параметрам мастер вот то есть там и колористикой все 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 плюс в конце после именно этого государственного курса я получаю диплом то есть понимаете это как образование это не просто курс какой-то там мы очень широкую программу учим за эти 36 недель намного более насыщенно чем в любом частном колледже потому что здесь все с как сказать по параметрам государственным идет и в конце обучения у меня будет возможность сдать экзамен на лицензию специальную на лайсенс который позволит мне открыть салон потому что обычная школа обычный колледж программа не дает возможности идти на этот экзамен и кроме этого ваших знаний будет недостаточно чтобы идти на такой экзамен а именно вот мое обучение дает вот такую возможность я конечно еще не решила хотя моя вот это вот кураторша она считает что она сразу сказала Инна тебе нужен свой салон зачем тебе работать тебе нужен свой салон она мне говорит смешная вот посмотрим в общем одним словом ребята вот такие вот дела учеба очень интенсивная очень много материала очень много hands-on то что называется практики которые мы на этих болвангах тренируемся то есть полдня учимся полдня тренируемся полдня учимся полдня тренируемся то есть это дает с одной стороны навыки определенные какую-то ну не то чтобы уверенность уверенность не даст пока не начнешь работать с настоящими людьми и со всеми ихними заморочками это все равно да все сложно но вот как то так поделилась с вами рассказала про учебу потому что вы мне спрашивали как что да как да почему вот я вам все рассказала так что спасибо за ваши комментарии если еще есть вопросы какие-то пожалуйста спрашивайте постараюсь ответить всем хорошего дня пока пока